миллиардер миллиардер джон хайтсман умирал на 42 этаже своего офиса весь этаж был оборудован под его апартаменты две спальни тренажерный зал бассейн гостиная два рабочих кабинета стали его прибежищем в последние три года за эти годы он ни разу не покинул своих апартаментов ни разу не спустился на скоростном лифте вниз в одно из помещений где работали службы его финансово промышленной империи ни разу не поднялся на крышу где стоял его вертолет и постоянно дежурил экипаж готовы выполнить указания хозяина но хозяин за последние три года ни разу не появился джон хайтсман три раза в неделю принимал в одном из своих рабочих кабинетов лишь четырех ближайших помощников на коротких длящихся не более 40 минут совещаниях он без особого интереса выслушал их доклады иногда давал короткие указания распоряжение миллиардера не обсуждались выполнялись неукоснительно и быстро финансовое состояние империи который единовластно владел джон хайтсман увеличивалась на 16 с половиной процента ежегодно и в последние года когда джон хайтсман вообще перестал проводить какие-то совещания прибыль не уменьшалась созданный им и отлаженный механизм управления сбоев не давал никто не знал об истинном состоянии миллиардера его фамилия почти не упоминалось в прессе хайтсман строго соблюдал правила деньги не любят суеты отчеты с большими чем ранее цифрами прибыли были бесстрастными похвалы больше ждать было нет кого отец умер а похвала подчиненных радости не приносит так дошел своих воспоминаниях джон хайтсман до периода детства мысль вяло высвечивала эпизоды редких контактов с отцом как правило строгий отец давал наставление в присутствии нянек и учителей приставлены к джону и вдруг по телу лежащего без движения миллиардера пробежала словно волной теплота тело вздрогнуло в приятном ощущении воспоминаниях хайтсмана возникла яркая и очень ясная картинка дальний уголок сада окруженной акации небольшой метров два высотой домик с одним окошком непонятная до конца тяга почти всех детей обустраивать свой маленький домик свое пространство эта тяга не зависит от того имеет ребенок в родительском доме свою отдельную комнату или живет в отдельной комнате с родителями всегда или почти всегда у всех наступает период который начинается собственно ручное строительство своего уголка видимо есть в человеке ген хранящий некую древнюю информацию говорящий ему ты должен сам обустроить свое пространство человек ребенок следуя зову идущему из глубины вечности начинает его строить и пусть построена несовершенно по сравнению с апартаментами современного мира все равно в нем сделанным самим получает человек ощущение более благостные чем от шикарных апартаментов и 9-летний джон хайтсман имея в своем личном пользовании две просторные комнаты на вилле все равно решил построить своими руками свой маленький домик он построил его из пластмассовых ящиков для рассады удобным строителем материалом оказались эти ящики ящики он вставлял один в один они входили в пазики скрепляясь между собой одну стенку джонни сложил ставя ящики друг на друга боковыми стенками так что дно ящика оказалось наружу а внутри во всю стену было множество полок на перекрытие домика джон использовал доски которые покрыл впоследствии полиэтиленовой пленкой прикрепляя ее к доскам степлером свой домик он строил целую неделю используя для этого по три часа в день отводимых ему для прогулок на свежем воздухе на седьмой день как только настало время прогулки джонни сразу направился к своему творению в дальнем уголке сада раздвинув ветви акации он видел построенный домик и замер от неожиданности рядом с входом в домик стояла маленькая девочка и смотрела внутрь его творения девочка была в светло-голубой юбочки ниже колен и белой кофточки с рюшечками на рукавах каштановые волосы рассыпались кудряшками по его плечам джонни вначале ревностно отнесся присутствие постороннего рядом с его творением и недовольно спросил ты что здесь делаешь девочка повернулась в сторону джонни свою красивую личико и ответила любуюсь чем этим чудесным и умным домиком каким каким переспросил удивленный джонни чудесным и умным повторила девочка чудесными дома могут быть но чтобы умными не слышал умными могут быть только люди глубокомысленно заметил джонни да конечно умными могут быть люди а когда умный человек делает дом то и домик получается тоже умным возразила девочка а что ты видишь умного в этом домике очень умная стенка внутри на ней много много полочек на полочке можно поставить много вещей нужных и игрушек джонни понравились рассуждения девочки они льстили ему а может и девочка понравилась красивая и умно рассуждает отметил про себе джонни а вслух сказал этот домик я построил и тут же спросил а как тебя зовут я сали мне 7 лет я здесь живу в доме для прислуги потому что мой папа здесь работает садовником он много про растения знает и меня учит я уже тоже знаю как цветы выращивать и деревьям веточки прививать а как тебя зовут где ты живешь я живу на вилле меня джонни зовут значит ты сын нашего хозяина сын давай джонни вместе в домике играть как играть играть так как будто мы живем в домике как взрослые живут ты будешь хозяин раз ты сын хозяина а я прислуга твоя раз мой папа прислуга так не получится заметил джонни прислуга должна жить в домике для прислуги на вилле могут жить только муж и жена их дети тогда я буду твоей женой выпалила сали и спросила можно мне побыть твоей женой джонни джонни ничего не ответил вошел в домик осмотрелся потом повернулся в сторону стоящего входа снаружи сали и небрежно сказал ладно заходи сюда как будто жена надо подумать как тут внутри оборудовать сали вошла в домик ласково и восторженно посмотрела в глаза джонни и произнесла почти шепотом спасибо джонни я буду стараться быть хорошей женой джонни не каждый день посещал свой домик в отведенное для прогулок времени ему не всегда позволяли играть в саду он посещал в окружении охраны и гувернеров то городской парк ту диснейленд или совершал конные прогулки но когда ему удавалось приходить к своему домику то почти всегда ждала его там сали с каждым новым посещением джонни с интересом наблюдал за происходящими в изменениями сначала появился на полу принесенный сали коврик потом занавесочки на оконном проеме над входом потом маленький круглый детский столик с пустой рамкой для фотографий стоящий на столике и сали сказала ты все реже приходишь в наш домик джонни а я жду а тебя нет ты дай мне свою фотографию я вставлю ее в эту рамочку буду смотреть на фотографию твою и мне так будет веселее ждать тебе джонни оставил свою фотографию когда пришел проститься и с домиком и сали он с родителями переезжал на другую виллу джон хайдсман мультимиллиардер лежал в постели в своих апартаментах и улыбался вспоминая все большие подробности своего детского общения с маленькой девочкой сали только сейчас он понял эта девочка любила его любила свои первой еще детской отчаянной и безответной искренней любовью может быть и он ее любил может быть она просто нравилась но она его любила как наверное не любил уже никто за всю его оставшуюся жизнь и потому воспоминания связаны с построенным им домиком в саду и общением с сали вызвали и сейчас в нем приятные и теплые чувства ему стало хорошо с этими согревающими тело чувствами сали он увиделся после своего отъезда еще один раз через 11 лет но эта встреча новые чувства взволновали все тело джон хайдсман даже слегка привстал на постели его сердце все с большей силой начала гонять по жилам кровь это встреча он забыл ее он никогда не вспоминал но сейчас именно она завладела всеми мыслями и заставляла волноваться он приехал в поместье где прошло его детство вновь через 11 лет всего на 1 сутки на большее не хватало времени после обеда вышел в сад и как-то само собой получилось направился в дальний угол сада где среди акаций строил в детстве свой домик он раздвинул ветки шагнул в маленькую полянку и торопил от неожиданности построенный им 11 лет назад домик из пластмассовых ящиков как и прежде стоял на том же месте но вокруг вокруг маленькие клумбочки с цветами ко входу вела дорожка посыпана песком и стояла входа маленькая скамеечка и сам домик был увид цветами раньше скамеечки не было теперь была отметил про себя повзрослевший джонни отогнул занавеску закрывающую вход и наклонившись шагнул в домик он сразу почувствовал недавнее присутствие здесь человека на столе по-прежнему стояла его детская фотография на полочках были аккуратно разложены детские игрушки саль на одной из полочек рядом со столиком в небольшой вазочке лежали свежие фрукты на полу надувной матрас застелен и покрывалом джон стоял в домике минут 20 вспоминая приятные детские ощущения он думал почему так происходит в их семье есть множество шикарных вилл есть замок но не переносят виллы и замок тех приятных чувств которые рождаются здесь домики из обычных пластмассовых ящиков из-под рассады он увидел сали когда вышел из домика она молча стояла у входа словно не решалась нарушить нахлынувшие на джона воспоминания джон взглянул на нее и на щеках сали вспыхнул румянец она стыдливо опустила глаза и мягким бархатным необыкновенно нежным и взволнованным голосом произнесла здравствуй джонни он ответил ей не сразу он стоял и любовался необычайно красивым телом повзрослевшей сали легкое платье облегая фигуру слегка трепетала на ветерке сквозь это платье просматривались очертания уже не детской а девичьей женственной и упругой фигуры привет сали прервал джон затянувшуюся паузу это ты по-прежнему поддерживаешь здесь порядок да я же обещала там фрукты есть они мытые ты поешь они для тебя да для меня так пойдем вместе и поедим джон отодвинул в сторону за навеску пропуская вперед сали она вошла присела на корточки и взяв вазу с фруктами поставил ее на столик рядом с фотографией в рамочке стулья в домике не было и джон сел на коврик потянулся к виноградной грозди и нечаянно коснулся плеча сали она повернулась и взгляды встретились и сали как-то резко вдохнула расстегнулась от резкого вдоха пуговичка на тугой груди джон взял сали за плечи и привлек к себе она не сопротивлялась наоборот всем своим пылающим телом она прилинула к нему не сопротивлялась сали и когда джон медленно и осторожно положил ее на коврик и когда ласкал и целовал ее губы грудь и когда сали была девушкой не до не после с девушками джон не вступал в интимную связь и теперь через 45 лет прошедших с той последней встречи он джон хайсман вдруг понял что это была единственная действительно прекрасная туманящая рассудок близость женщины вернее с девушкой которую он сделал женщиной потом они уснули на некоторое время когда проснулись о чем-то разговаривали о чем о чем джон хайсман напрягал память ему очень хотелось вспомнить хотя бы часть разговора и он вспомнил сали говорила о том как прекрасна жизнь говорила что ее отец купит деньги и купит ей участок земли что возможно на этом участке если хватит денег построит небольшой домик а сали сама сделает на участке ландшафтный дизайн высадит много разных растений и будет жить счастливо воспитывая своих детей джон про себя тогда решил помочь сали надо же думал он тогда про себя всего лишь какой-то участок земли домик необходимы для счастья этой девушки какие пустяки надо не забыть помочь и приобрести и землю и дом но джон забыл о своем желании забыл вообще о сали жизнь увлекла его своими прелестями новая яхта личный самолет приносили радость первые дни своего появления надолго увлекла лишь игра финансовой комбинации увлекала и увеличивала на миллиарды состояние отца впоследствии перешедшая по наследству к нему это будражащие чувства и нервы увлечения длилось больше 20 лет она доминировала над всем остальным прошел как бы между прочим один брак потом второй жены не оставили после себя никакого следа после 40 лет игра финансовой комбинации перестала доставлять удовольствие и начались все чаще повторяющиеся депрессивные периоды которые привели глубокому депрессивному кризису но сейчас джон хайсман не находился в состоянии депрессии вспоминания о сали приятно взбудоражили его и одновременно раздосадовали как же так получилось дал сам себе слово помочь сали девушки которая любила меня приобрести участок земли дом и забыл джон хайсман привыкший держать обещания особенно данные саму себе понимал не пройдет его раздосадованность на самого себя пока он нажал кнопку вызова своего секретаря когда секретарь вошел сидящий на постели джон хайсман с трудом произнося слова впервые за полгода заговорил 50 с лишним лет назад я жил на вилле точного адреса не помню в архиве есть адрес на этой вилле работал садовник фамилии не помню в архиве бухгалтерских документах она есть у садовника была дочь и звали сали установить где сейчас живет сали информация нужна мне не позднее завтрашнего утра если информация будет раньше доставьте ко мне ее вне зависимости от времени суток выполнять секретарь позвонил на рассвете когда секретарь вошел в кабинет джон хайсман сидел в кресле коляски стоящему окна одет он был в темно-синий костюм тройку причёсан и выбрит сэр садовник был уволен 40 лет назад и вскоре умер перед смертью он успел купить 2 гектара земли на заброшенном ранчо в штате техас на этом участке начал строить дом надорвался на строительстве и умер его дочь сали достроила дом и сейчас живет в нем вот адрес больше информации мы пока не располагаем но если прикажете мы соберем всю необходимую вам информацию джон хайсман взял листок из рук секретаря прочитал внимательно потом аккуратно свернул листок положил его во внутренний карман пиджака и произнес вертолет должен быть готов к вылету через 30 минут приземлиться вертолет должен за 5 10 километров от виллы в штате техас вместе приземления меня должна ждать машина машина не представительского класса без охраны с одним водителем выполнять в три часа дня джон хайсман медленно прихрамывая и опираясь на трость шел по трамбованной щебнем дорожки к небольшому топающему в зелени коттеджу он увидел в начале ее со спины пожилая женщина стояла на небольшой стремянке и мыло окно джон хайсман остановился и стал смотреть на женщину с красивыми пепельными волосами она почувствовала взгляд и повернулась его сторону некоторое время она внимательно вглядывалась стоящего на дорожке старика потом вдруг соскочила со стремянки и побежала в его сторону бежала легко и вообще женщина не выглядела старой она остановилась в метре от джона хайсмана тихим взволнованным голосом произнесла здравствуй джонни и тут же опустила глаза двумя руками прикрыла вспыхнувший на щеках румянец здравствуй сали произнес джон хайсман и замолчал вернее он говорил но только говорил про себя не вслух как ты прекрасна салли и как прекрасны твои светящиеся глаза и небольшие морщинки у глаз также прекрасные добра а вслух сказал я здесь проездом стали узнал вот что ты живешь здесь решил навестить а может и переночевать если не стесню тебя я очень рада тебя видеть джонни конечно оставайся переночевать я сейчас одна это завтра привезут ко мне внуков погостить на неделю двое их внучка ей девять лет и внучок ему уже 12 пойдем джонни в дом я тебя отваром напою я знаю какой тебе нужен отвар пойдем ты значит была замужем сали у тебя родились дети я сейчас замужем джонни родился у нас один сын а вот внуков двое ответила радостно сали хочешь присядь за столик беседки я принесу тебе отвар джон хайсман сел на пластмассовое кресло на веранде дома а когда сали принесла большой бокал с каким-то отваром спросил почему ты сказала что знаешь какой отвар мне нужен сали так отец мой для твоего отца травы собирал сушил потом отвары делал помогал твоему отцу отвар и я травы собирать научилась а мой папа говорил что у тебя джонни тоже это наследственное заболевание но как ты узнала когда я приеду так собирала на всякий случай а как у тебя жизнь сложилась джонни чем ты занимаешься по разному жизнь складывалась и занимался разным но сейчас мне не хочется вспоминать хорошо здесь тебя сали красиво цветов много сад да хорошо мне очень нравится только видишь справа стройку затеяли это будет завод по переработке мусора а слева тоже завод хотят какой-то строить переселиться нам предлагают но ты устал с дороги видно дальний джонни я вижу как сильно ты устал я постелю тебя постели открытого окна ты ляг отдохни только отвар допей джон хайтсман с трудом раздевался он действительно устал атрофированные мышцы полгода лежавшего без движения тела едва держали его на ногах с трудом укрывшись пледом он сразу уснул последнее время беснотворно он вообще не мог уснуть а здесь сразу утра он не видел потому что проснулся лишь в полдень принял душ и вышел на веранду сали готовила обед в летней кухне ей помогали мальчик и девочка добрый день джонни видно хорошо спалось тебе ты таким помладевшим выглядишь вот познакомься с внуками это эми а этого юношу зовут джордж а я джон хайтсман доброе утро протянул руку мальчику вот и познакомились пока мы сами обед готовим вы бы мужчины по саду прогулялись аппетитно гуляли предложила сали я готов показать вам сад сказал джордж хайтсману старик и мальчик шли по прекрасному саду мальчик показывал рукой на разные растения и безумолку говорил об их свойствах хайтсман думал о своем когда они дошли до конца сада мальчик сообщил а за этой акацией мои апартаменты их бабушка построила хайтсман отогнул ветку и увидел на маленькой полянке за акацией стоял его домик их стих же пластмассовых ящиков из-под рассады только крыша была сделана по-другому и занавеска закрывающая вход другая хайтсман отогнул занавеску слегка нагнулся и шагнул в домик вся обстановка в нем была прежней только на столике стояла фотография запаянная с двух сторон в стеклопластик на фотографии был внук саль все правильно теперь домика иной хозяин другая фотография хайтсман взял в руки фотографию и чтобы хоть что-то сказать произнес ты хорошо получился на этом снимке джорджик но это не моя фотография дядя джон на этой фотографии изображен мальчик с которым бабушка в детстве дружила он просто оказался похожим на меня джон хайтсман старался идти по дорожке сада как можно быстрее он хромал опирался на палку и спотыкался он подошел к соли часто дыша немного путая спросил где он сейчас где сейчас твой муж соли где успокойся пожалуйста джон тебе нельзя так сильно волноваться ты присядь пожалуйста тихо произнесла соли так получилось джон что еще в детстве я пообещала одному очень хорошему мальчику быть его женой но это была игра почти выкрикнул джон хайтсман вскакивая с кресла детская игра пусть так значит будем считать что я в нее и продолжаю играть и понарошку считаю тебя своим мужем произнесла соли тихо добавила мужем и любимым джордж очень похож на меня в детстве значит ты родила после той ночи соли ты родила да я родила нашего сына джон он похож на тебя но у него очень сильные твои гены и наш внук твоя копия джон хайтсман смотрел то насали то на готовящих на веранде стол мальчика и девочку и не мог больше говорить мысли и чувства перепутались потом непонятно почему даже самому себе произнес строгим голосом мне нужно срочно уходить до свидания соли он сделал два шага по дорожке повернулся и подошел к молча стоящей соли джон хайтсман с трудом опираясь на трость опустился перед соли на одно колено взял ее руку медленно поцеловал соли у меня очень важные и срочные дела мне немедленно нужно идти она положила руку ему на голову слегка потрепала волос да конечно надо идти раз важные дела проблемы если нужно тебе будет джон ты приходи в наш дом наш сын сейчас руководит маленькой фирмой с красивым названием лотос которая занимается ландшафтным дизайном у него нет специального образования но я его сама научила и он создает очень талантливые проекты у него почти нет перебоев заказчиками он мне деньгами помогает навещает каждый месяц а у тебя наверное проблемы с деньгами и немножко со здоровьем ты приходи джон я знаю как тебя подлечить и денег у нас хватит спасибо соли спасибо я должен успеть должен он шел по дорожке к выходу погружен мыслями в свой план а салли смотрела на удаляющуюся фигуру джона и про себя шептала возвращайся любимый она повторял эту фразу как заклинание и через час забыв о внуках и не заметила как кружил больше получаса вертолет над ее участком с маленьким домиком и прекрасным садом вертолет джона хайтсмана еще садился на крышу офиса ближайшие помощники секретарию лихорадочно сверяли цифру готовить докладу перед шефом они уже отвыкли от совещания с его присутствием и сейчас ждали шефа с некоторым трепетом и испугом джон хайтсман вошел все встали он заговорил еще не дойдя до своего кресла во главе стола садитесь никаких отчетов слушайте внимательно ничего повторять не буду время не терпит и так штате техас есть вилла вот ее адрес я приказываю скупить все земли вокруг этой виллы в радиусе 100 миль скупить все предприятия которые находятся на этих землях даже если за них придется заплатить тройную цену кто отвечает за куплю продажу недвижимости может покинуть зал и немедленно приступить к операции если потребуется задействуйте всех своих агентов данная операция должна занять не более одной недели один из помощников вскочил торопливым шагом направился к выходу джон хайтсман продолжал все здания заводы и фабрики какие имеются на данных землях должны быть демонтированы в срок не более одного месяца и даже если для этого придется привлечь сотни строительных фирм на их месте через месяц должна быть высажена трава последнему оставшемуся в зале помощнику джон хайтсман сказал штате техас есть маленькая фирма под красивым названием лотос заключите с ней контракт сроком на пять лет поручите этой фирме заниматься проектированием поселения на всех приобретенных вокруг виллы техасе землях названную фирмой сумму удвоите выполняйте через две недели джон хайтсман выступал перед аудитории в полторы тысячи человек в зале сидели собраны с помощью агентов по трудоустройству специалисты по ландшафтному дизайну ботаники агрономы все хотели получить работу тем более что в рекламе была указана сумма контрактов два раза превышающая среднестатистическую джон хайтсман вышел на сцену заговорил свойственной ему категоричной немного даже резкой манере согласно представленным вам контрактом каждому из вас будет выделен безвозмездно пожизненное пользование участок земли размером в 2 гектара вам будет предложено несколько проектов сборно-разборных коттеджей по вашему выбору и за счет компании коттеджи будут построены на каждом участке в указанном вами месте в течение пяти лет компания будет выплачивать обусловленные в контракте суммы каждому взрослому члену семьи ваша задача обустроить полученную в пожизненное пользование территорию посадить цветы и цветники сделать пруды и дорожки все сделать красивым и добрым компания платит стоимость саженцев и любого семенного материала по вашей заявке я все сказал если нет вопросов желающие могут подписывать контракт но в полутора тысячном зале стояла полная тишина никто не встал со своего места и не направился к столикам где сидели секретари с готовыми на подпись контрактами через минуту полнейшего молчания с места встал пожилой человек и спросил скажите сэр это местность в которой вы предлагаете нам поселиться смертельно заражена нет ответил один из помощников хайтсмана это местность наоборот отличается наиболее чистой экологии в ней достаточно плодородные земли тогда ответьте честно какой эксперимент вы хотите провести над людьми вскочила с места молодая женщина у многих есть дети и я например не хочу вергать своего ребенка в неизвестно какой эксперимент зал загудел стали раздаваться выкрики авантюристы бесчеловечно изверги люди вставали с мест и один за другим стали покидать зал помощники хайтсмана что-то пытались объяснить отвечать на какие-то вопросы но тщетно хайтсман безысходно смотрел на покидающих зал людей он понимал с их уходом рушится его надежда или даже больше он так хотел сделать приятное для салли для своего сына и внуков он хотел чтобы не было рядом с уютной виллой сали чадящих труб а чтобы цвели вокруг сады и жили добрые соседи он скупил земли по его распоряжениям снесли чадящие трубы и посеяли траву но земля может хорошеть только если на нее встают хорошие люди они уходят они не поняли да и как понять как поверить стоп хайтсмана вдруг словно осенило они же ничего не знают потому и не верят а что если правду джон хайтсман стал и тихо еще неуверенно заговорил люди я понял необходимо объяснить мотивацию таких действий компании но ее объяснить невозможно никак невозможно потому это так что я понимаете мотивация это вернее все эти контракты носят личностный характер или как сказать хайтсман запутался и не знал как продолжить но люди остановились они стояли проходах дверях на выходе из зала и внимательно смотрели на хайтсмана они молчали он не знал как продолжить дальше и все же собрался и продолжил я в детстве я в юности полюбил одну девушку но тогда я не знал что полюбил я был женат на других женщинах занимался бизнесом мы не видели с этой девушкой 50 лет я не вспоминал ее недавно я вспомнил о ней понял что она единственный человек который искренне любила меня и сейчас любит но я не знал об этом я даже не вспоминал ее и еще я понял что только ее одну мог бы полюбить я встречался с этой девушкой она конечно сейчас уже в возрасте но для меня она осталась такой же как было она любит сад она красиво все делает я захотел чтобы вокруг нее была красота и хорошие соседи лучше чтобы хорошие счастливые соседи жили рядом но как это сделать я занимался бизнесом и скопил некоторую сумму денег я купил землю разделил ее на участке придумал вот эти контракты я это сделал для своей любимой а может быть это я сделал для себя последнюю фразу джон хайдсман произнес словно спрашивая самого себя и в дальнейшем он стал говорить будто не видя стоящих перед ним людей будто рассуждая вслух сам собой мы живем но для чего то для чего стремимся к чему-то к чему я скоро умру что останется после меня лишь тлен но теперь я не умру пока не осуществлю свой проект и оставлю после себя вечное оставлю сад для своей любимой оставлю сады сначала я хотел просто нанять много работников или заключить контракт с крупной фирмой занимающейся ландшафтным дизайном заключить контракт чтобы ухаживали рабочие за растениями но потом понял не живая какая-то красота получается если не своя на вот и решил сделать так чтобы своя была потому и отдаю вам участки дома взамен лишь красоты прошу вокруг своей любимой вы не поверили в реальность предлагаемых вам в контракте условий вы не понимали какая цель преследуется стороной предлагающие такие контракты теперь вы ее знаете джон хайдсман замолчал молчали стоящие в зале люди первое нарушило тишину больше всех высказывавшие недоверие женщина сначала она быстро подошла к ряду стоящих у сцены столов с разложенными контрактами попросила одного секретарей вписать ее фамилию и подписала контракт даже не читая его потом повернулась к стоящим в зале людям и произнесла да я подписала первое я подписала тем и войду в историю потому что первое вы только вдумайтесь ни один мужчина каким бы богатым ни был не сделал большего подарка для своей любимой чем этот стоящий на сцене человек и большего сделать невозможно даже придумать большего никто не смог за все обозримую историю человечества выкрикнула из зала другая женщина я люблю вас крикнула 3 хочу участок рядом с вашей любимой как ее зовут спросила 4 ее зовут начал хайдсман может не нужно чтобы она знала пусть думает что судьбе так было угодно люди в зале в едином порыве направились к стоящим у сцены стола выстроилась очередь люди радостно шутили и называли друг друга не иначе как сосед соседка но большинство особенно женщины блестящими влюбленными взорами смотрели настоящего на сцене человека джон хайдсман впервые в жизни ощутил на себе энергию добра любви и искреннего восхищения исходящие из множества душ людских энергию исцеляющую и все побеждающие любые недуги он уходил со сцены уже не прихрамывая и несколько месяцев сам лично живо участвовал в осуществлении демонтажа расположенных на крупных землях предприятий обсуждал детали проекта всего поселения вокруг виллы сали вариант ландшафтного дизайна отдельных участков и все инфраструктуры когда через год он вновь подошел к калитке виллы сали вокруг насколько хватало взора а люди уже сажали маленькие саженцы больших садов и около калитки сали стояло несколько саженцев заботливо укрытой корневой системой сали словно почувствовал его приход и выбежала навстречу джон как хорошо что ты приехал как хорошо здравствуй джон она побежала к нему быстрая и пылкая словно девочка схватила джона за руку потащила пить чай и все время безумолку радостно говорила ты знаешь джон какое чудо творится вокруг я так счастлив необыкновенно счастлив не будет теперь рядом с домом нашим дымящих труб а будут добрые соседи так и кипит жизнь вокруг так и кипит если у тебя какие-то неудачи с бизнесом так ты не расстраивайся джон ты наплюй на все и живи здесь теперь мы богаты наш сын очень выгодны даже необыкновенно выгодный контракт получил он теперь здесь руководить всем проектом по дизайну и планировки и мы еще немного земли взяли там сын наш дом себе новый будет строить а мы здесь с тобой если захочешь будем жить захочу ответил джон хайдсман добавил спасибо тебе сали за приглашение но почему же вы будете жить в старом доме раздался за спиной джона хайдсмана голос он повернулся и увидел своего сына он сразу понял что это его сын а молодой мужчина продолжал я так понимаю что вы есть мой отец когда джорджик рассказал что вы посчитали фотографию маминого друга детства за его фото так я и понял кто приходил да и мама своих чувств скрывать не научилась я конечно пока не испытываю к вам таких чувств как мама но готов для своих счастливых родителей профинансировать и строительство нового коттеджа спасибо сынок сдавленно произнес джон хайдсман он хотел подойти обнять своего сына но почему-то не решился молодой мужчина сам сделал шаг к нему протянул руку представился джон вот и хорошо и здорово вот и познакомились когда узнаете друг друга поближе тогда и понравитесь друг другу а сейчас давайте пить чай сказала салли и снова за столом салли безумолку возбужденно говорил о необычных событиях происходящих последний месяц да только представь джон только представь себе тут такую историю рассказывает похоже на самую красивую в мире легенду легенду которая наяву сбывается ты представь джон люди рассказывают что все эти земли вокруг купил один человек потом этот человек пригласил лучших дизайнеров агрономов и садоводов и каждому дал бесплатно в пожизненное пользование по несколько гектаров земли он сказал им чтобы сделали красивыми свои участки и все саженцы и семена им бесплатно предоставил и еще пять лет плату за благоустройство своих же участков будет платить представь еще и платить все свои капиталы до последнего цента вложил человек в этот проект ну возможно не все возразил хайдсман а люди говорят все и ты знаешь для чего он это все сделал для чего спокойно спросил джон хайдсман вот в этом и заключается красота происходящего он это сделал для того чтобы среди всей этой красоты жила его любимая она тоже говорят ландшафтным дизайном занимается и где-то здесь тоже будет ее вилла только никто не знает где и кто она представляешь джонни что будет когда люди узнают кто она что как что все люди сразу захотят на нее посмотреть и даже дотронуться когда богини я например захотела бы дотронуться она наверное необычная какая-то может внешне необычная может внутри ни одна женщина в мире не способна вдохновить мужчину на такой необычный красивый поступок говорят все вокруг вот и будут все люди хотеть увидеть и даже дотронуться захотя до такого мужчины и его женщины необычны наверное захотят согласился Джон Хайтсман и добавил, ну что же теперь нам делать, Салли? Почему нам удивилась Салли? Потому нам, что это необычная женщина, ради которой все происходит вокруг. Ты, Салли. Салли не мигая смотрела на Джона, пытаясь осознать услышанное. Что-то поняв, она выпустила из рук чашку. Но на звук разбившейся чашки никто не обратил внимания. Джон Хайтсман повернулся на звук падающего стула, когда резко в каком-то порыве вскочил со своего места его сын. Джон младший подошел к отцу и с мягким баритоном взволнованно произнес. Отец, отец, можно я обниму тебя? Джон Хайтсман первым обнял своего сына и услышал, как бьется его сердце. Джон младший, обнимая отца, восторженно шептал. Такой силы объяснения в любви и без слов о любви мир еще не слышал. Я горжусь. Я восхищаюсь тобой, отец. Когда отец и сын повернулись к Салли, она все еще осмысливала происходящее. Вдруг на ее щеках вспыхнул румянец, словно разглаживая морщинки, с глаз покатились слезинки. Салли смутилась слезинком, быстро подошла к Джону старшему, схватила его за руку и увлекла к выходу с веранды. Джон младший наблюдал, как его родители, взявшись за руки, сначала медленно шли по дорожке, направляясь к Акации, за которой стоял и детский домик. А потом вдруг побежали к Акации как подростки. Спустя 10 лет помолодевший Джон Хайтсман сидел в клубном кафе среди других мужчин поселения и со смехом пояснял. Да не буду я баллотироваться ни в какие президенты и не уговаривайте даже. И дело тут не в возрасте. Страной можно управлять и не будучи президентом. Из сада собственного страной можно управлять. Вот вы показали собственным примером, как надо жизнь настоящую строить. И вся Америка сейчас в сад цветущий превращается. Если так дальше пойдет, может мы и догоним Россию. Догоним, догоним, подтвердила вошедшая Салли. Только сейчас пойдем, пожалуйста, домой. Джонни, ребенок без тебя засыпать не хочет. Потом уже на ухо добавила. И я тоже. По тенистой благоухающей аллее шли к своему дому, взявшись за руки, двое нестарых людей. Джон Хайтсман и Салли. Джон Хайтсман и Салли. Весной им всегда казалось, что их жизнь только начинается. Как начиналась настоящая жизнь по всей Америке.